Когда появились в лесу звери, был у них самым старшим большой зверь, лось. Однажды лось с женой своей на лесной полянке разговаривали. Заяц и мимо бежал, разговор их услышал, остановился. Думает, послушаю-ка я, о чём они говорят. Подкрался поближе, спрятался за пенёк, слушает. — Вот, — говорит большой лось, — есть у меня рога, которые должен я раздать зверям. Но зверей много, а рогов мало. Кому же дать их? Слушает заяц, думает, а неплохо бы и мне рога получить, чем я хуже других. — Кому вот эти рога дать? — спрашивает лось жену. Только хотел заяц рот открыть, а лось их уже отвечает. Эти оленю дай, он нам родственник, нельзя ему не дать. — Ну хорошо, — говорит лось, — а вот эти большие кому? Только хотела лось их ответить, а заяц не вытерпел, высунулся из-за пенька и закричал. — Эти мне, заяцу дай, большой лось. — Что ты, братец, — говорит лось, — куда тебе такие рога? Что ты с ними будешь делать? — Мне рога очень нужны, — говорит заяц. — Я всех врагов своих в страхе буду держать. Все будут меня бояться. — Ну что ж, бери, — сказал лось и дал заяцу рога. Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал, и вдруг с кедра большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подскочит заяц от испуга, и на убежать. Да не тут-то было, запутался рогами в кустах, выпутаться не может и визжит со страху. А лось с лосихой хохочут, заливаются. — Нет, брат, — говорит лось, — ты, я вижу, трусишка, а трусу и самые длинные рога не помогут. Получай-ка ты длинные уши, пускай все знают, что ты подслушивать любишь. Так и остался заяц без рогов, а уши у него выросли длинные-предлинные.